Книга нормального фрилансера. Читает автор Егор Камелев. Глава. Нужно ли заводить юридическое лицо и в какой момент это делать? Юрлицо тебе не нужно, это сложно и опасно. Мир не любит бизнесменов и желает им вреда. Лучше ты без договоров и счетов на номер карты переводом от клиента попроси свой миллион. В 2011 году, уже какое-то время поработав на фрилансе без поддержки работодателя, я решил узаконить свою деятельность и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. На то нашлось несколько причин. Во-первых, хотелось иметь официальный источник доходов, чтобы быть прозрачным перед государством и, главное, перед банками. Почему-то тогда мне казалось, что банки охотнее предоставят кредит индивидуальному предпринимателю, чем безработному. Вы будете смеяться, но позднее, когда мне действительно понадобился кредит, во всех банках мне ответили, в настоящее время мы не выдаем кредиты ИП. Наверное, просто так совпало по времени, текущей конъюнктуре и спаду деловой активности. Но это было одновременно и досадно, и забавно. Когда я стал ежемесячно получать деньги за проектирование интерфейсов в качестве физического лица, некоторые знакомые начали пугать меня таким понятием, как незаконная предпринимательская деятельность. Во-вторых, средний чек на мои услуги подрастал, а регулярно продавать проектирование дороже 100 тысяч рублей в качестве физического лица было невыгодно. Ведь налог на доход физических лиц, НДФЛ, составлял 13%. То есть с каждых 100 тысяч я должен был 13 отдавать государству. И это было только на моей совести. То есть, когда я не платил НДФЛ, никто за мной не следил и ко мне не приходил. Ставка в 6% от дохода при работе в качестве ИП на упрощенной системе налогообложения показалась мне более привлекательной. Тем более, что эти проценты сначала уходили на оплату страховых и пенсионных взносов, а уже потом излишки уходили на уплату налога с дохода. В-третьих, чтобы лучше понимать боли своих клиентов, мне важно было приблизиться к их положению, влезть в их шкуру, прочувствовать на себе, что такое работа с договорами, счетами, актами, подрядчиками, что такое отчеты в Росстат, страховые взносы, налоги. Конечно, на момент принятия решения я этого до конца не осознавал, но интуиция подсказывала, что дело полезное. В результате это действительно положительно сказалось на моем уровне сервиса в работе с клиентами. Я уже гораздо лучше понимал, где, помимо непосредственно оказания своей услуги, могу сделать так, чтобы они меньше напрягались. Чтобы зарегистрироваться, нужно было открыть счет в банке, подать заявление на регистрацию в качестве ИП, выбрав при этом нужную систему налогообложения, я выбрал упрощенную, и указав коды деятельности, АКВЭД. Я подсмотрел набор кодов у своего бывшего работодателя. Отнести какие-то документы в налоговую, какие-то документы в Росстат и какие-то документы в пенсионный фонд. В 2011 году веб-сервисы, помогавшие зарегистрироваться в качестве ИП, только-только набирали обороты. Поэтому во многом пришлось разбираться самому. Не было ЭЦП, электронных цифровых подписей. Сдавать первый отчет пришлось по старинке, распечатав и лично посетив налоговый орган. Простых памяток для начинающих предпринимателей тоже не нашлось. На момент написания этой главы уже давно существуют веб-сервисы, которые буквально берут начинающего предпринимателя за руку и ведут по всем инстанциям, разжевывая каждый шаг и позволяя отправлять онлайн в электронном виде многие вещи, которые мне раньше пришлось распечатывать на бумаге и нести в специальные органы самостоятельно. Также немного изменились системы налогообложения, плюс появилось такое понятие, как самозанятые, которое прошло мимо меня, поэтому про эту категорию ничего рассказать не смогу. Каждый месяц с 2011 года я плачу своему банку за обслуживание счета. За эти годы тариф значительно подрос. Я могу без процентов снимать со счета ограниченную ежемесячную сумму. После ее превышения нужно уже платить комиссию. Размер этой суммы всегда был невысок и сопоставим с двумя-тремя среднемесячными зарплатами по моему региону. Каждый квартал я плачу авансом страховые взносы и взносы в пенсионный фонд. С 2011 года каждый год эта сумма росла. В 2011 году она была около 16 тысяч рублей в год, то есть около 4 тысяч рублей в квартал. В 2021 году она составила около 32 тысяч рублей. Начиная с 2018, если предприниматель заработал больше 300 тысяч рублей в год, то все, что он заработал выше этой суммы, облагается дополнительным налогом в 1%. Поэтому для меня 32 тысячи естественным образом превратились в сумму, превышающую 50 тысяч рублей. Также, согласно упрощенной системе налогообложения, я плачу 6% со всего дохода. Сумму налога можно уменьшить на сумму страховых взносов и взносов в пенсионный фонд. То есть если предприниматель работает и зарабатывает, то эти взносы не так сильно бьют по карману. А вот если предприниматель вообще ничего не заработает за год, то он все равно будет вынужден заплатить все обязательные платежи. Деньги за расчет на кассовое обслуживание счета в банке плюс взносы. В моем случае, если я ничего не заработал бы в 2021 году, то все равно заплатил бы в сумме около 50 тысяч рублей. То есть около 4 тысяч рублей в месяц. Так что если уж стал индивидуальным предпринимателем, то лучше работай. Статус ИП нельзя приостановить, можно только закрыть. Получается, что в любой момент можно прикинуть, пора уже открывать статус ИП или нет. Для этого я бы взял средний годовой неофициальный доход, взял от него 13% и сравнил, превышает ли эта цифра все грядущие затраты на содержание ИП, включая налоги. Если не превышает, то можно повременить. Еще немного полезной информации. При открытии ИП предприниматели не ограничены количеством кодов ОКВЭД. Это перечень того, чем предприниматель планирует заниматься. Важно указать основной код деятельности, а затем перечислить хоть их все. Однако я бы не рекомендовал этого делать. Тем более, что некоторые коды требуют оформления дополнительных бумаг, вроде справки об отсутствии судимости. Если в процессе работы ИП внезапно возникает что-то подозрительное в плане денег, то банк может запросить документы, подтверждающие доход. Например, если вы ежемесячно получали на счет в среднем по 100 тысяч, а затем внезапно к вам прилетело несколько миллионов, ждите проверки. Сам я никогда не получал таких запросов, но неоднократно видел, как такое происходило у моих друзей-предпринимателей. В итоге ИП дает дополнительную мотивацию к работе, снимает условные ограничения по выставляемым ценникам, обеляет, полностью легализует деятельность предпринимателя в глазах окружающих и знакомит с одной из сторон мира людей, вырвавшихся из найма. Вы слушали главу из книги нормального фрилансера. Прочитать книгу вы можете бесплатно онлайн на сайте нормального фрилансера. Там же вы можете скачать ее электронную версию, приобретя ее за деньги. Все ссылки я дам в описании к этому видео. А на этом все. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok